На мне неспроста сейчас такой странный макияж, все дело в том, что он еще не закончен. Заканчивать мы его будем новинками косметики. Ко мне на днях пришел вот такой вот красивый весенний пакетик от Avon, и я посмотрела, что там внутри не только уход, но и очень много декоративки. Поэтому декоративку мы с вами сегодня потестируем, сложим какое-то свое первое впечатление относительно этих продуктов. И раз мы сегодня говорим об Avon, то тон я сегодня тоже нанесла от Avon, это True Color. Мне очень нравится этот тон, я на него делала отдельный обзор, действительно потрясающий тон за эти деньги. Обязательно на него посмотрите тест-драйв. Я сделала макияж таким максимально неброским, потому что дальше я хочу использовать вот эту новую подводку от Avon из серии Mark. Называется она Artist Gel Pot Liner. И оттенок у меня, сейчас я вам покажу, вот такой вот как фон у меня. И еще у них есть такая вот кисточка, которая мне кажется как раз таки отлично подойдет для нанесения этой подводки. Ой, такая приятная, эргономичная. И что касается упругости этой кисти, это мне кажется для подводки в принципе должна подойти. Может быть немножко она пухлая для этого. Кисточка, я смотрю, это очень бюджетная. Сейчас она вот в каталоге у меня вот такой вот, я смотрю, она стоит 50 гривен. Это вообще в сущие копейки, это даже меньше 2 долларов. Поэтому если она окажется неплохой, то это будет вообще супер просто. Так, ну что, давайте пробовать подводку. Сама подводка в целом неплохая. Очень кремовая, хорошо легла на глаза. На глазах она тоже немножко может плешивить, то есть кое-где ее надо так вот припечатывать прям для того, чтобы пигмент хорошо и ровно лег. Но в целом, в принципе, я не считаю ее какой-то отвратительной. Вот вы и сами можете видеть, вполне нормальная подводка. Кисточка эта не очень удобная для подводки. Возможно, для бровей она была бы лучше. Но мы ее уже извозюкали в подводку, поэтому для бровей возьмем что-то другое. Так, со стрелками разобрались, дальше на очереди у нас тушь. И у меня здесь 2 туши на выбор. Одна из линейки Lux Extravagant и вторая еще закрытая Aventure Color. Обе эти туши стоят одинаково, по крайней мере опять в том же каталоге я их увидела по цене 150 гривен. Давайте пробовать, наверное, на один глаз я нанесу одну, на второй глаз вторую. И мы с вами сравним, какая из них лучше и какая что делает. Ну и давайте вот эта у меня Lux уже открыта. У нее натуральная щеточка из натурального ворса, вот такая вот. Сейчас посмотрим, какой эффект она создает. Ну, как бы обычно. Не знаю, никаких эмоций у меня восторга или отвращения она не вызывает. Очень обычная. Давайте теперь пробовать вторую тушь. Эти упаковки, я, кстати, их научилась скрывать. Не вот так вот пытаться открывать, а уже именно когда вы открываете как тушь, потом она легче уже слезает. Так, что здесь за щеточка? О, мама моя дорогая. Нет, ну только не это. Ну посмотрите, ну елки-палки, ну это же больше моего глаза. Ну вот реально, ну это очень большая щеточка для такого глаза, как у меня. Насколько действительно мне сложно прокрасить ресницы такой щеточкой. Вот просто, ну я не знаю, я чуть дальше, если зайду, я выколю себе глаз. Это сто процентов. Для бровей у меня есть помадка. Их называется она Perfect Brow. И оттенок, мне кажется, может подойти, потому что это оттенок Soft Brown. И это вот такой вот цвет. Достаточно темным здесь вот в каталоге выглядит вот этот вот Soft Brown. Помадка для бровей, на мой взгляд, очень крутая, потому что легла она очень хорошо. В принципе, с ней работать абсолютно не проблемно. Что касается оттенка, лучше всего этот оттенок подойдет тем, у кого вот темные волосы, но при этом цвет такой вот как шоколад, вот что-то такое. Потому что в ней проглядывается слегка теплый оттенок. То есть, если вы холодная брюнетка, может быть, для вас этот оттенок не совсем будет удачный. Но если более теплый оттенок, вот с такими вот как каштановым каким-то вот вкраплением, то тогда этот оттенок очень круто подойдет. Дальше на очереди их минеральная рассыпчатая пудра. Это тоже линейка Mark. И называется она Mineral Powder Foundation. И оттенок здесь Nude. Вообще, Nude это один из самых темных оттенков. И он, откровенно говоря, вообще, ну просто совершенно никак не подходящий для всего лица. Я этим оттенком сейчас попробую заменить бронзер. Вот я вот сейчас набираю на кисть. Но есть очень большой шанс, что это все будет кошмарно выглядеть. Поэтому, если что, то готовьтесь. Сама пудра может быть, в принципе, и неплохая. Но этот оттенок, ну это просто вообще небо и земля. Даже рядом не стоит с оттенком моей кожи. И даже рядом не стоит с оттенком бронзера. Поэтому вполне возможно, что я сейчас испоганила просто себе макияж. При дневном свете, скорее всего, будет это выглядеть намного хуже. Ну вот вы видите, да, вот этот цвет. Ладно, проехали. Остались у нас губы. И здесь у меня 4 помады. Это коллаборация с The Heart Kiss. В видео я уже носила помаду, которая называется Berry Boat. Она была на мне в видео, там где я тестировала штамп для подводки. Очень многие меня спрашивали, что это за помада. Очень многим она понравилась. И действительно, из всех, которые вот у меня из 4 есть, вот это самая крутая вообще. Именно действительно классная помада. Это классический красный цвет, но при этом она металлическая. Но металлическая не настолько, что это выглядит отвратительно, а именно металлическая настолько, что это выглядит интересно. Дальше у меня есть 2 помады, которые у меня вызывают дикую панику. Первый оттенок Gypsy. Это просто, ну это вообще не моя тема абсолютно. Даже и близко. Это фиолетовая помада. И также оттенок Nude Attitude. Это самый светлый из всей линейки. И на мне она выглядит, ну просто отвратительно. Но, на самом деле, вот такие вот помады, я ее 100% буду держать в коллекции, потому что вот такими помадами можно осветлять нюды, которые слишком темные. То есть, если у вас есть нюдовая помада, которая вот темновата для вас, вот сверху, буквально на центр губ вы наносите, растушевываете, и нюд у вас становится светлее. Поэтому я ее буду точно держать при себе. И еще у меня есть оттенок, который называется Wink of Pink. Как видите, цвет этой помады действительно не страшный, но она полупрозрачная. То есть, ее нужно так хорошенько пару раз елозить, потому что если один раз, вот она практически незаметная. Потом пару раз ее наслоишь, и уже получается такой вот оттенок, который у меня сейчас на губах. И вот сейчас вы увидите, если я от этого добавлю, вот видите, как она выбеливает сразу общий лук. Ну и вот эти две помады вместе, как видите, она очень сильно осветляет предыдущую, и вот становится таким вот очень-очень все светлым нюдом. По декоративке у меня, в принципе, все, но в пакетике есть еще несколько уходовых средств, и я тоже хочу о них рассказать. Я еще вам не рассказывала о вот этом масле, называется оно легкое очищающее масло для лица, без ощущения липкости, чудесное сияние. Масло мне это безумно понравилось, если вы ищете недорогое гидрофильное масло для того, чтобы снимать макияж, вот это просто потрясающее масло. Мне оно очень напоминает MAC Cleanse of Oil, но Cleanse of Oil оставляет такую как пелену перед глазами, и потом вот несколько минут ты еще приходишь в себя и такой, о, да, вот сейчас вот уже вроде зрение прочищается, можно умываться дальше. Вот это пелену такую не оставляет, глаза не щиплет, растворяет, в принципе, абсолютно любой макияж, поэтому я 100% могу это средство рекомендовать. Наверное, из всего, что я вам сегодня показывала, вот это оставило мне вот такое самое яркое впечатление, то есть я в действительности с удовольствием пользуюсь, и если вы его купите, я думаю, вы не разочаруетесь. Дальше тоже сегодня попробовала вот такую вот маску для лица, вернее как, это написано, что комплексное средство для кожи лица очищение плюс маска. В качестве очищения лица я его еще не тестировала, но сегодня попробовала как маску. Здесь написано, что нужно нанести это средство на чистую кожу лица, оставить на 3 минуты, а потом вытереть салфеткой. Вот я, в принципе, так и сделала, я вытерла в конце, через 3 минуты это средство салфеткой, и, честно говоря, ощущение странное. Такое впечатление, что я просто не смыла до конца маску для лица, я потом пошла ее все-таки смыла, потому что у меня осталось очень такое липкое, неприятное, масочное такое ощущение на лице. Также сегодня в душе попробовала вот такое вот масло, это увлажняющее масло для душа и ванны. Если у вас есть ощущение сухости кожи сразу после того, как вы выходите из душа, то, возможно, вам это средство понравится. В самом конце, когда наносишь это на влажное чистое тело, все это превращается в такую как мыльную жижу, и я оставила это буквально там на несколько минут, потом смыла это все в душе, и после этого на коже осталось вот такое вот маслянистое ощущение. Очень похоже это средство на L'Occitane Almond Oil, но немножко, конечно, она попроще, то есть L'Occitane, он, во-первых, и мырится очень хорошо, то есть им реально еще и помыться можно, и когда смываешь, он оставляет вот такую вот масляную пелену как бы на коже, а вот этим помыться нельзя, это просто, грубо говоря, такой вот как завершающий этап ухода в ванной, но ощущение от него довольно приятное, поэтому если вы такое средство ищите в бюджетной категории, то вот вам вариант. Это средство меня немножко ввело в ступор, потому что здесь на русском вообще ничего не написано, я, в принципе, почитала на польском, так как я знаю польский, и, по сути, это средство, которое должно вызывать как бы естественное сияние кожи, ну, грубо говоря, это тоник, то есть после того, как ты там сделал маску, умылся и так далее, ты наносишь вот это средство на кожу лица и шеи, подожди там несколько минут, и ты увидишь какое-то там глобальное сияние. По первому впечатлению, ну, тоник и тоник. Ну что ж, у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, конечно же, поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, это можно будет сделать вот здесь, вот нажать на меня и подписаться на мой канал, и также посмотрите другие мои видео, которые вам сейчас предлагает YouTube, а у меня на этом все, до встречи в новых видео.